Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Удивительно, что этот первый день весны вы встречаете вместе с тюменцами. Почему? Потому что, насколько я знаю, для вашей жены Аллы Борисовны Пугачевой, первое воскресенье марта – это своеобразная замена 8 марта. Да. Сегодня первое воскресенье марта. Я знаю, да. Но вот я когда… у меня что-то бывают такие провалы в памяти. Действительно, сегодня Алла отмечает этот день. Ну, вот в Тюмени она меня отпустила. Я просто сначала договорился о гастролях, потом вспомнил про первое воскресенье весны. Спросил у Аллы, но она сказала, ну, раз это Тюмень, потому что в свое время она именно в Тюмени начинала выступать. Она приезжала сюда и с концертами потом. У нее здесь были добрые знакомые. То есть она впервые в Тюмень приехала в 16 лет. Поэтому для Аллы Тюмень особый город. В общем, я здесь от семьи, как традиционно у Аллы принято, разрешаю весну в Тюмени. Ну, я надеюсь, что весна у нас будет такая же теплая, как сегодня, потому что сегодня действительно замечательный, прекрасный день. Вот. Это потому что я прилетел. Да, я даже не сомневаюсь. Вот вы сказали, что вы с такого, ну, фактически благословения, да, семейного здесь оказались. А вот как вообще успешно совмещать семейную жизнь, воспитание детей? Вот у вас полтора года назад появились замечательные дочки и сыночек с такой активной концертной гастрольной деятельностью, с участием в телепроектах. Я стараюсь все свободное время посвящать семье. Может быть, стал делать гастрольные туры покороче, потому что просто, конечно, скучаю. И дети очень скучают, когда меня долго нет. Ну, что же делать? Зарабатывать-то надо. Для того, чтобы детям дальше жилось хорошо, наверное. Если вернуться к теме творчества вашего, то, как мне кажется, вы представитель такой школы юмора и классической, ну, если можно сказать, которая, в принципе, уже на протяжении многих десятилетий развивается. А как относитесь к современным течениям, вот таким, которые пришли к Западу, ну, относительно недавно, камеди-клаб, стендап? Если говорить об особенностях жанра, там, ну, вот вы говорите, из Америки пришел жанр стендап-комедия. Ну, в действительности, при той же советской власти Орл Азоров и Лиза Дорнов работали в этом же жанре. Чем это отличается от того, что делают американские комики? Абсолютно ничем. Поэтому у ребят, которые пришли, там, новые, у них тоже есть много смешного, много не смешного, но это все зависит от человека. Есть профессионализм, есть юмор. Бывают люди непрофессиональными. Непрофессиональные – это значит, что у них, там, успех аудитории зависит от каких-то случайностей. Вот как-то получилось. А много таких непрофессионалов? Вот у вас… Да я не знаю, но, наверное, есть. Да, то есть вы так деликатно, дипломатично ответили. Да нет, ну почему? Я считаю, что если человек чего-то добился, если он стал известным в нашем жанре юмористическом, значит, ну, он на 100% талантливый. А вы есть самый знаменитый, талантливый, всеми любимый артист российской эстрады. И я… Кто артист? Галкин артист? Я Жириновский. Жириновский, что ли? Вы вообще из военной семьи. Ваш отец был генералом-полковником. Наверняка вы воспитывались строгостью. И вообще мне всегда казалось, что военные люди, они как бы к таким творческим относятся, ну, свысока, что ли, осуждают. Вот как к семье восприняли ваше желание стать артистом? Безусловно, когда я начал заниматься, выступать, стал на эстраде, я… Отец не воспринимал это серьезно поначалу. И никак, никак не мешал, но при этом ничего не запрещал, но никогда не пользовался служебным положением и дружбой, ну, знакомством, так скажем, с эстрадными артистами, чтобы куда-то меня продвинуть. И только когда, я помню этот момент, ну, наверное, он и до этого уже проникся тем, что я делаю, но когда на День танкиста его сотрудники попросили, не мог бы я выступить, вот когда от посторонних людей пришел заказ на собственного сына, чтобы он выступил, он как-то проникся. И говорят, а что ты у меня на Дне танкиста не выступаешь? Я говорю, пап, ну ты никогда не звал, не просил. Сегодня я не могу не затронуть тему в преддверии Дня Победы, 70-летия, значимая очень для нас дата, и, наверное, нет ни одной семьи в этой стране у нас, в России, кого бы не коснулась эта война. Можете вспомнить какую-то историю вот о ваших предках, которые прошли именно войну? Как правило, вы знаете, ветераны, и в УМОДе, в частности, они не любили вспоминать трагические стороны войны, потому что это чувствовалось, что они прошли через многое. Конечно же, как и всякую семью, наверное, в Советском Союзе нас это коснулось. Мою прабабушку убили немцы, когда оккупировали Одессу, она не захотела уезжать из Одессы, а так как она была не только еврейка, но и мама четырех красных командиров, которые в это время воевали, и ее выдали, кто-то из соседей ее выдал, ее убили прямо дома. Вот, до сих пор неизвестна ее могила. В свое время дед вывел из окружения, его убили командира дивизии, а он был замом командира дивизии по вооружению. И он вывел танковую дивизию из окружения, не потеряв ни личный состав, не потеряв ни одного танка. Дед мой закончил войну полковником, отчим отца, который отца вырастил, тоже прошел войну. Конечно, я всегда гордился. У меня дома портрет моих дедов, портреты в орденах. Спасибо вам большое за эту историю о вашей семье, потому что, как мне кажется, не только, конечно, в преддверии 70-летия этой большой для нас даты, нужно говорить об этом, нужно помнить. Спасибо, Даша, очень приятно с вами познакомиться. До новых встреч на Тюменской земле.